Продолжаем информационный час на телеканале Алматы. ЧП в частном секторе Алматы. Из-за чего произошел хлопок газовоздушной смеси и есть ли пострадавшие? Лобовое щекло выбило. Вот времянка у нас все щекло выбили. В столице расследуют массовую драку со стрельбой. Сколько человек пострадало и в чем причина конфликта? Все участники конфликта задержаны и доставлены в управление полиции. Мир не без добрых людей. Алматинский депутат купил пятилетнему мальчику аппарат для гемодиализа. В чем еще нуждается маленький диазбель Гбай? Вот это катетер, у нее искусственная почка получается. В минувшие выходные в центре Алматы произошел хлопок газа. Согласно официальной версии взорвался газовый баллон. Однако очевидцы и потерпевшие озвучили свою версию ЧП. Так что же на самом деле произошло в частном доме, который был газифицирован еще в 90-е? С места ЧП репортаж нашего корреспондента Романа Нощенко. Вот здесь произошел хлопок газового баллона. По словам очевидцев, возгорания хозпристройки не произошло. Но вот в результате взрывной волны строение полностью или частично разрушено. Полностью разрушена хозпристройка. Стены дома покосило. Треснул фундамент, выбиты практически все стекла. И жилища держатся лишь на подпорках с первого на второй этаж. Официальная версия хлопок газа после разговора с жильцами кажется неправдоподобной. Смотрю, сосед уже по крыше бегает, сбрасывает. Все разрушено. Вот такой хаос я уже увидел. Через секунду. И сын держит трубу, газ, чтобы газ не выходил. Я взял газ, он там что-то делал, сделал. Я в таком шоке был, когда увидел. А в каком он шоке, я вообще не представляю. В частном доме проживает три семьи. Больше всего пострадали можжины. В один миг вся устоявшаяся жизнь перевернулась с ног на голову. По словам главы семейства, его дом не подлежит восстановлению. Вот пол поднялся, стена ушла вот на такое расстояние, сколько сантиметров. Это нижняя часть стены. Вот это перекрытия половые. Здесь улицы. Пока закрыли, чтобы временно хотя бы так сильно не дуло. Ба-бах такое. Ну, первый взрыв или что, мы не поняли. Темнота подбросила кверху, вниз опустила. Мы тут кричим, живые, не живые. В общем, сын тут тоже кричит. Ну, все нормально. Я уже понял, что что-то взорвалось. Что это не землетрясение. У соседей ниже там крышу пробило, у них возгорание пошло. Я только домой зашла, и такой грохот был. Это вообще просто представить вы не можете. Я думала, вообще бомбу бросили на наш дом. Они сказали, что газовый баллон взорвался, но у меня такое чувство, что это не газовый баллон был. Потому что порохом вонялось здесь, когда взрыв был. Помимо жилого дома были повреждены три автомобиля, два из которых принадлежат соседям. Они уже написали заявление в полицию. От взрывной волны разбиты лобовики и зеркала, перекошены дверцы. Госпитализированный хозяин квартиры, где произошел взрыв, доставлен в больницу с 50% ожогов тела. Последний оказался заядлым рыбаком и часто пользовался газовым баллоном. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города, пользоваться только исправными газовыми приборами, доверять установку, наладку газового оборудования только специалистам. Уголовное дело возбуждено полицией Алмалинского района. Следствию предстоит выяснить сумму материального ущерба и виновного в ЧП после взрыва технической и других экспертиз. Роман Нощенко, Рашид Шукралиев, телеканал Алматы. В Нур-Султане разразился коммунальный конфликт между жителями одного из ЖК и подрядной компании. Люди жалуются на некачественный ремонт их многоэтажного дома по госпрограмме Нур-Лежер и на завышение цены за оказанные услуги. Говорят, изначально речь шла о 17 миллионах тенге, но по завершению работ сумма увеличилась втрое, а качество ремонта якобы оставляет желать лучшего. Так ли это? В жилищном споре разбиралась наш столичный корреспондент Мира Альжанова. Провести капитальный ремонт своей многоэтажки владельцы 80 квартир решили еще три года назад. По предварительным подсчетам на проведение работ должно было хватить 17 миллионов тенге. Однако после ремонта стоимость затраченных денег перевалила за 50 миллионов в национальной валюте. И эту сумму люди теперь должны оплачивать в течение 15 лет. Выставленным счетом недовольны почти все жильцы, как, впрочем, и качеством оказанных услуг. Я беспокоюсь за свою крышу, потому что у меня последний этаж. В коридоре опять есть пятно. То есть это говорит о том, что крыша недоделана. Ответ от подрядчиков один. У нас гарантийный срок три года. То есть я три года должна жить в сырости, должна каждый раз терпеть этот поток. У нас фасад, вы видите, вообще ничего не сделано. Заборы не поменялись. Ремонт оставляет желать лучшего. Мы бы не вышли бы даже. Мы же не говорим жильцы, что мы не будем вообще не оплачивать. Мы просто хотим, чтобы, знаете, экспертизу провели и точную сумму установили. Может быть, ушло сюда 20 миллионов тенге. По словам же подрядчика, все было согласовано. В документах стоят подписи 70% жителей. А работы проходили под авторским и техническим надзором. Здесь было разделение сметы. Значит, в 2019 году подрядная организация приступила к ремонту кровли. Поэтому отделение сметы было 56 миллионов. Часть денег, 15 миллионов центра, отделили на ремонт кровли. Потому что не было поступления денег на ремонт дома из республиканского бюджета. Поэтому в 2019 году был начат ремонт кровли. В 2020 году, когда деньги поступили с бюджета республиканского, мы продолжили работы. Там отделение сметы было, сейчас скажу, на 41 миллион. Были продолжены работы по ремонту дома. К тому же, заверяет представитель компании, провели ремонт подвала и подъездов. Заменили инженерные сети и систему отопления. Все расходы жители могут отследить в документах управляющей компании. Но вот владельцы квартир стоят на своем и не верят, что на ремонт подрядчик потратил такие большие деньги. Недовольные качеством ремонта и уставшие от обещания подрядной компании, жители намерены подать в суд. Они уже наняли адвоката. Самое главное требование – это перерасчет сумм, выставленных за ремонтные работы в квитанциях. Мираль Жанова, Даниэр Умар, телеканал Алматы, Нурсултан. В Алматы задержаны виновники полицейской погони. Напомню, в минувшую пятницу в городе был введен план «Перехват». А чуть позже на проспекте Сейфулина патрули заблокировали машину. Ее водитель, не желая подчиниться требованию показать багажный отсек, резко дал по газам и создал на дорогах аварийную ситуацию. В момент блокировки автомобиля водитель и двое пассажиров бросились на утек, пытаясь на ходу избавиться от запрещенных предметов – автоматического оружия и ножа. Один из подозреваемых был задержан на месте преступления, еще двое – в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Другие обстоятельства дела, а также происхождение и принадлежность выброшенных предметов будут доподлинно установлены. Между тем, два человека получили огнестрельное ранение в результате массовой драки с применением оружия в столице. Об этом сообщили в городском департаменте полиции. Там добавили, что на 102 позвонили жители одного из домов, которые услышали выстрелы и крики. До приезда на место патруля двоих пострадавших 19 и 23 лет уже госпитализировали. На дороге стражи порядка увидели следы крови. Причины конфликта выясняются. По одной из версий, потасовка произошла на почве ревности. Все участники конфликта задержаны и доставлены в управление полиции района Байконур. По данному факту, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Продолжаем выпуск. Алматы вошел в красную зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодня в опасной зоне находятся два мегаполиса и шесть областей Казахстана. Это Алматы, Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Атрауская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарской области. В желтой остаются Карагандинская и Алматинская области. Кроме того, в стране зарегистрировано 1480 новых случаев COVID-19. Большая часть из них обнаружена в Акмолинской области и Нур-Султане. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии приближается к 180 тысячам. Чтобы стабилизировать эпидситуации, многие страны вынуждены идти на крайние меры. Целый район материковой части Гонконга будет оцеплен в течение 48 часов для массового тестирования на коронавирус. Проверка затронет жильцов более 150 домов в густонаселенных порталах Джорджиан и Яуматай. Главная мера коснется десятков тысяч человек. На территории уже развернуты временные пункты забора проб для анализа. Правительство Франции также приняло решение ужесточить санитарные меры. В частности, по рекомендациям медицинских страховых компаний, санитарная дистанция должна составлять 2 метра. Вводится всеобщее обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию при пересечении границы республики. Ровно через неделю казахстанцев начнут массово прививать российским препаратом от коронавируса «Спутник Ви». В Минздраве уже заявили, что вакцинация будет добровольной и бесплатной, а также будет противопоказана детям до 18 лет. Вводить инъекцию всем желающим будут в два этапа с интервалом в 21 день. Первая доза дает непродолжительный защитный эффект, поэтому необходимо будет сделать еще одну для усиления защиты. О том, как масштабной вакцинации готовятся в Алматы, материал Рамины Мирзалимовой. Поликлиники мегаполиса готовы принять антиковидную вакцину «Спутник Ви». Во всех медучреждениях создали необходимые условия для транспортировки и хранения препарата. Есть морозильные камеры, термоконтейнеры и открыты специальные прививочные кабинеты. Известно, что вакцинировать казахстанцев будут поэтапно и начнут с тех, кто на передовой. Впрочем, медики рассказали и о противопоказаниях. Противопоказаниями к применению являются противопоказания гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или же вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного скармливания в возраст до 18 лет. Только в 4-й поликлинике привиться готовы порядка 300 медработников. Вакцинация проводится на добровольной основе, но в случае отказа необходимо будет написать письмо. А с теми, кто решился на инъекцию, врачи проведут консультацию. А после укола пациент будет наблюдаться в течение получаса. Между тем, на сегодня, помимо «Спутник Ви», разрабатывается 237 вакцин-кандидатов против коронавируса в 42 странах мира. Эти 42 страны внедряли разные вакцины. Прежде чем принимать решение внедрять или вводить вакцинацию, или не вводить, страна взвешивает все риски и пользу от внедрения данной вакцинации. Вакцинация – это важнейший и самый эффективный метод борьбы в данный момент против этой инфекции. Врачи не исключают и побочных эффектов после вакцинации. В течение трех дней после прививки возможны недомогания, температура, головная боль, отеки и покраснения. Словом, многие мировые лидеры известной личности получили инъекцию. В нашей стране антиковидным препаратом успели привиться помощник президента, министр образования и Аким Жамбулской области. А я напоминаю, что по всей стране действует карантин. Акимат Алматы призывает жителей и гостей города усилить соблюдение противоэпидемических мер, социальной дистанции, масочного режима, а также по возможности воздержаться от посещения и длительного пребывания в закрытых помещениях. Еще больше новостей на нашем сайте алматы.тв и смотрите сюжеты также на ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. В Алматы продолжается масштабная модернизация библиотек по поручению Акима Мегаполиса Бакаджана Сагентаева. 16 библиотек централизованной библиотечной системы уже работают в новом формате. Там созданы различные уголки для индивидуальной работы, общения, презентации книг и проведения различных мероприятий. Сегодня для журналистов провели пресс-тур по книгохранилищам Алматы. Айдана Нураш расскажет подробнее. Любимым местом для Вероники с детства является библиотека. Девочка ежедневно приходит сюда, чтобы подготовиться к урокам или просто почитать книги. После модернизации это стало еще и местом сбора друзей, радуется Вера. Теперь всей компанией они могут посещать бесплатные курсы. Это и занятия по рукоделию, изучение языков, секция шахмат и многое другое. Тут добавили компьютерный центр, там есть электронные книжки. Можно теперь не только читать книги в библиотеке, но еще и приходить с друзьями, рисовать и собирать пазлы. Красиво, уютно и светло теперь в большинстве библиотек, входящих в централизованную библиотечную систему. Писатели уже вовсю презентуют свои новые книги. Для этого есть специальные помещения и интерактивные доски. Увидеть новый формат книжных домов приходят и известные люди. Когда мы были маленькими, таких библиотек не было. Они только при школах были. Сейчас мои дети часто приходят в библиотеку. Я рад, что для них в целом, для молодого поколения создаются такие проекты. После модернизации количество посетителей заметно увеличилось. Как говорят сотрудники библиотеки, это из-за пополнения фонда новыми изданиями, продления режима работы и, конечно, удобного интерьера. Кстати, чтобы получить абонемент в библиотеку, достаточно иметь при себе удостоверение личности. А тем, у кого есть городская прописка, разрешается брать книги домой. Наша школа очень тесно сотрудничает с этой библиотекой. После ремонта здесь стало просторнее. Здесь мы проводим конференции, творческие вечера с нашими учениками. Большое внимание уделено людям с особыми потребностями. На входе установлены системы вызова персонала. Построены пандусы, предусмотрены уборные. Разработчики не забыли позаботиться и о персонале книгохранилищ. Современная библиотека чем-то напоминает коворкинг. Разработчики проекта позаботились не только о посетителях, но и о персонале. В свободное время сотрудники библиотеки могут выпить чашечку кофе или чая в специально оборудованной комнате. Проект модернизации библиотек стартовал 4 года назад. В рамках программы «Рухани Жангру» первую реконструкцию провели в юношеской библиотеке имени Жамбыла. Ежедневно здесь обслуживают до 600 читателей. Всего из 26 библиотек централизованной библиотечной системы модернизировано 16. В этом году капитальный ремонт проведут еще в трех книгохранилищах. В Казахстане необходимо повысить качество подготовки военных кадров. Об этом заявил Нурлан Ермикбаев во время рабочей поездки в Алматинскую область. На днях глава Минобороны посетил ряд воинских частей. Сначала он побывал на полигоне Ильиский, где проходят боевые стрельбы десантно-штурмовых войск, а после совершил визит в специализированные лицеи «Арыстан». Там министр провел встречу с учащимися и рассказал им о роли казахстанской армии в защите территориальной целостности государства. А во время беседы с курсантами военно-инженерного института радиоэлектроники и связи глава оборонного ведомства обратил внимание на важность организации учебного процесса в условиях пандемии. Каскадерский «Оскар» за трюки в фильме «Тамирис» доставили в Казахстан. Впервые в истории нашей страны казахстанский фильм был признан лучшим в номинации «Постановка трюков в иностранном фильме». Группа заслуженного деятеля республики Жайдарбека Кунгужинова была номинирована на «Таурус» еще в ноябре прошлого года. В итоге главный приз достался казахстанским трюкачам. Сама церемония прошла онлайн, а статуэтку Жайдарбеку Кунгужинову отправили по почте. Моя коллега Исара Бесенова одной из первых поздравила обладателей престижной премии. Каждый год обладатели престижной премии Мировой академии каскадеров честовали в Лос-Анджелесе. В этот раз все по-другому. За церемонией весь мир наблюдал онлайн. А чуть позже в Казахстан прибыл заветный трофей. Путь к мечте был долгим, вспоминают ребята. Это многочасовая изнурительная работа, отработка трюков до мелочей с риском для жизни. И, наконец, титанический труд оценен по достоинству. Каскадерский «Оскар» присвоен за головокружительные трюки в картине Акана Сатаева «Тамирис». В этот раз так получилась, хоть и пандемия, сделали онлайн, как бы не стали откладывать на следующий год. Они учитывают все, то есть натуральность трюка, насколько она опасно сделана, как она качественно сделана, плюс как это снято было. Поэтому буквально три месяца они изучают, все по кадру, и всех пять претендентов, насколько все сделано качественно. И вот оценили нашу работу. Наша съемочная группа попала на репетицию очередной казахстанской картины, когда мастера трюков отрабатывали свои очередные сцены. И кто из нас инвалид теперь? По словам Жайдарбека Кунгужинова, почти 20 лет он шел к победе. Теперь следующая цель – только второй «Таурус». Отметим, что «Тамирис» – первая картина, полностью казахстанского производства, номинированная на данную премию. Первая была в российской картине «Викинг». Сейчас группа «Намадстан» считается одной из сильнейших в мире. И в отличие от других, она универсальная. Поэтому многие киностудии хотят сотрудничать с этой командой. Приходится даже открывать филиалы в других странах. Пока речь идет о Турции, Кыргызстане, Азербайджане. В этом году тоже поступили предложения, именно голливудские картины, которые бы хотели с нами сотрудничать. Оно будет сниматься в Дубае, это голливудский фильм. Там пять лучших голливудских актеров. Но пока мы не подпишем контракт и не разрешат нам, мы не можем говорить об этом. Тоже исторический проект, но там будет еще присутствовать огнестрельное оружие. В начале нулевых Жайдарбек Кунжигинов начал создавать команду каскадеров. Тогда в составе группы было всего девять человек. Сейчас 86 атлетов. Отбор идет тщательно. Каждый трюк – это целая постановка. Все действия каскадера продумываются до мелочей. Команда «Намадстан» сработала над постановкой трюков в фильмах «Кочевник», «Монгол», «Жаужирек Мангбала», «Дорога к матери», «Викинг» в сериале «Марка Пола» и других. Партнерами на съемочной площадке были Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Чак Норрис, Джет. Теперь следующий проект с Джеки Чаном. Айсара Бесенова, Сарган Галимон Айтпасов, телеканал «Алматы». Уважаемые телезрители, призываем вас строго соблюдать меры предосторожности и по возможности избегать мест массового скопления людей. Все наши новости вы также найдете на сайте almaty.tv и смотрите сюжеты на нашем YouTube-канале «Алматы ТВ Ньюс». Я, Дина Жанабекова, благодарю вас за внимание. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин